Товары белорусских производителей высокого качества и доступны по цене. В этом смогли убедиться петербуржцы, побывав на ярмарке, которую привезли гости из дружественной страны. В течение недели с 21 по 27 марта перед бывшим кинотеатром Нарвский располагался целый городок продовольственных палаток, в которых торговали белорусы. Мы приехали в ваш район, привезли предприятия нашей республики, которые представляют все области нашей страны. Чего только не предлагали белорусские производители. Покупатели могли приобрести товары народного промысла, а также пищевой и легкой промышленности. Среди всего изобилия самым удивительным продуктом торговли стал текстиль из бамбука, который, как известно, в Белоруссии не произрастает. Пряжу, допустим, для носочек мы закупаем Южная Корея, для полотенец это Турция. Чем бамбуковая пряжа хороша, чем же она отличается? Она очень гигроскопичная, обладает такими природными, мощными антибактериальными свойствами. Носочки носим, ножка не потеет, дышит и никакого неприятного запаха к концу дня. Полотенца, они 8 раз лучше впитывают влагу, чем хлопок. Гости из соседней республики ожидали, что ярмарку посетит большое количество покупателей. Но на удивление, желающих приобрести белорусские товары было не так много, как планировалось. Возможно, помешала минусовая температура и сильный ветер. А возможно, жители района просто были не в курсе, что вообще проходила эта ярмарка. Однако, те кировчане, кто был осведомлен, не только побывали на торговой площади, но и не смогли уйти с рынка без покупок. Самое вкусное у нас колбаса от бабушки, от дедушки. Колбаса замковая, все больше сорт идет, без добавок. 50-е отец моего мяса, с белорусского. Братьям славян и петербуржцы всегда рады. Ведь, по словам организаторов, ярмарка является практическим действием по укреплению и развитию российско-белорусских торговых отношений в современных условиях. Чем удивят белорусов в следующий раз, можно будет узнать ближе к лету. Возможно, в это время в северной столице будет тепло и солнечно. И посетить ярмарку смогут больше желающих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова